С нами Сергей Асланян, коллега, с которым мы будем обсуждать коллегу Такера Карлсона. Вот смотри, Сереж, цитата Такера звучит так. Here is the quote. Вот как это перевести? Это же цитата, говорит он. Путин, это же ты сказал своему народу, что на тебя НАТО собралось нападать перед самой войной. А? Или как? Путин вообще не готов к никаким, в принципе, вариантам дискуссии. И ему нужна была эта площадка для того, чтобы выступить перед Западом, где стали забывать его потихонечку. Потому что ведь этот разговор весь, он в принципе не должен был по большому счету касаться россиян. Он не для русских, он не для России. Путину нужно было сейчас покрасоваться перед заграницей. И заграница в этой связи вдруг почему-то попыталась его схватить за язык или за руку. Не для того ему трибуна, не для того ему Карлсон. А для того, чтобы, как и полагается, Путин же привык, что его не переспрашивают. Путин воздвигается на трибуну, отливает в граните, все аплодируют и счастливые расходятся пить горькую. Очень странно, что этот сценарий у Путина в голове экстраполируется, в том числе и на американца, который, сколь бы лоялен не был, но все-таки это другой шапиру из другого мира. А дальше у Путина, конечно же, не заладилось, потому что весь этот диалог не так и не о том, о чем нужно было Путину. И Такер, задающий вопросы... Не заладилось? Вот именно с этого момента... Нет, естественно, дальше Путин уже спокойно, совершенно выступал, как полагается, перед кивающей головой. Но здесь было понятно, что у них есть о чем поговорить. А Такер очень быстро отыграл назад. Он же не стал его добивать. Такер — это был единственный человек на планете Земля, кто был допущен к телу Путина для того, чтобы добиться ответа. Не задать вопрос, а добиться ответа. Он добиваться ответа не стал, потому что у него спокойно идет автоперевод в голове, в ухе, в правом, который мы не видим. Ну, потому что он же не русскоговорящий. Поэтому у них интервью очень хорошо озвучено для нас. А на самом деле оно такое с зависаниями, потому что там подгружаются нужные слова, и переводчики работают с обеих сторон. И в этот момент Такер в голову тихо сказали, «Придурок, ты сейчас пристрелим, если сейчас еще раз откроешь рот». И дальше он спокойно, совершенно, уже очень мягко и лояльно вылизывал Путина как мог, давая возможность, будучи подставкой для Путина, на этой трибуне воздвигнувшись, обратиться к загранице. Потому что дальше Путин рассказывал уже все то, что у него было заготовлено, все то, что он считал нужным. А потом у Путина у него же все-таки манера красоваться, он такой вальяжный. И у него, в принципе, позиция была в этом интервью – похлопывание по плечу всех. Ну, мои там коллеги из Франции, там мой коллега из Америки, там Володя Зеленский. Ну, такое снисходительное отношение такого пахана на зоне, который допускает с собой на «ты». Всему миру похлопал по плечику и по щечке так еще потрепал. Ну, потому что Путин – это человек на планете Земля номер один, и так обслуживающий персонал. Ну, окей, это уже для, что называется, внутреннего психологического ощущения самого Путина, но тут же все опасаются, что как бы Путин сделал какую-то… Кто-то даже из американцев, по-моему, уже написал, что это пропагандистская победа. О, я читал это на сайте СНН. Пропагандистская победа. Слушай, они совсем офигели. Какая победа? Ну, да ладно, да? Давай мы сейчас по пунктам разберем. Вот, например, значит, я ждал, что прям с первого, так сказать, там, с первых минут будет пугать ядерным оружием. Нет. Только где-то примерно на 50-й минуте нас начали пугать, и знаешь, чем? Гиперзвуковыми ракетами. Вот посмотрите, как это звучало. И мы создали гиперзвуковые системы, причем межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию гиперзвуковых систем ударных, мы опередили всех. И Соединенные Штаты, и другие страны. Они у нас совершенствуются каждый день. Слушай, гиперзвуковые – это вот этот вот циркон какой-то мифический, да? Это все то, что сбивает Украина. То, что не сбиваемое, не идентифицируемое. У Путина, у него очень много мультиков разных. И в голове, и на экране. Ты знаешь, ну вот на днях был какой-то якобы циркон впервые сбит, но я видел такой капсуль, на котором стояли там буквы, по-моему, что-то 3М20 или 22. Я не стал его использовать, потому что, ну, любые скажут, слушайте, вы сами вот на этой железке выгравировали вот эти буквы, и теперь говорите, что это циркон. Понимаешь, да? То есть надо было, так сказать, побогаче видео, типа, вот мы откапываем, вот обломок ракеты, вот на нем циркон. Но, бога ради, я, так сказать, знаешь, что сделал? Так как я понимаю, что очень много наших зрителей уже Путина видеть не может, поэтому я дальше много того, что говорит Путин, перекрываю другим видео. Например, вот когда то, что сейчас Путин про циркон говорил, весь мир пугал, мы впереди планеты всей по гиперзвуковым ракетам. Я думаю, о, как раз когда Путин это говорил, это было, типа, там, третий час ночи. В это время в Харьков, ну, вернее, в Харьковскую область, в город Змиев прилетело, мы не знаем что, но что-то прилетело, и вот горит трехэтажная гостиница. И вот, ты знаешь, вот под это видео можно Путина послушать еще раз, вот посмотри-ка. И мы создали гиперзвуковые системы, причем межконтинентальной дальности, и продолжаем их развивать. Мы сейчас опередили по созданию гиперзвуковых систем ударных, мы опередили всех, и Соединенные Штаты, и другие страны. Они у нас совершенствуются каждый день. Путин всегда говорит о том, что по оружию он является острием прогресса. На протяжении всего периода своего правления страной у него каждый год невероятные достижения в оборонном комплексе. У него самые фантастические подводные лодки, у него самые дальнобойные ракеты, у него самые непотопляемые, незбиваемые и неидентифицируемые летательные аппараты, которые разрушат весь мир. Ни разу не было ничего другого. Путин в этом отношении, вообще в целом Путин в этом интервью, он повторился для внутреннего слушателя и зрителя, теперь только единственное, что на внешний рынок. Потому что он все то же самое говорит на всяких своих обращениях к собраниям, на своих встречах с какими-то случайными людьми в цехах каких-то случайных заводов. Он всегда говорит одно и то же. Он непобедимый, оружие самое совершенное, и теперь у нас есть такое, от чего все ахнут и ужаснутся. Ничего нового. Оно у него всегда лежит, если что, под кроватью, справа. Ты знаешь, я тебе честно скажу, работа была адская. Вот это вот интервью, это слушать, я бы, так сказать, как бы если не по работе, бы ни в жизнь бы не стал. И вот большинство, конечно, говорит одно и то же Путин, так сказать. Но, понимаешь, все равно это события, это миллионы просмотров, весь мир смотрит, всякие BBC, CNN делают из этого кусочки, маленькие видео. Мы тоже посмотрим, как они это освещают. И все равно они пугаются. И все равно, знаешь, вот сейчас будет цитата уже про ядерную войну. Уже как-то, так сказать, ядерной войной начинает грозить. Причем тут очень важно, знаешь что? Что вот эту тему, что угроза ядерная всему миру, ее вбрасывает сам Такер Карлсон, он в вопросе формулирует. И тогда у нас с тобой возникает вопрос, это что, все-таки Такер Карлсон у нас пропагандон, извините за выражение, или все-таки журналист, да? Ну и для того, чтобы людей вот как бы не тошнило от вида Путина, я подобрал видео сверху. Тут вот несколько дней назад брали в плен русских солдат. Вот я прям как берут в плен русских солдат, наложил сверху на путинские угрозы ядерной войной, но в ответ на Такер Карлсона вопрос. Смотрим. Для внешнего наблюдателя может показаться, что все это может выродиться в такую ситуацию, когда весь мир окажется на краю войны, может быть даже будут ядерные удары нанесены. Почему вы не позвоните Байдену и не скажете, давайте как-то решим этот вопрос? А чего решить? Все очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств, и я вам скажу, что мы говорим на этот счет, и что мы доводим до руководства США. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения. Все закончится в течение нескольких недель. Вот и все. Ну вот, видишь, торг, прям жесткий-жесткий торг. Я не очень пойму, так сказать, брата-журналиста, который, ну это мы увидим дальше, который именно не торг вытаскивает, а угрозы, понимаешь? Вот эти угрозы, они объективно, ну, работают на Путина? Учитывая, что в ближайших планов у Путина вторжение в Европу, ему очень важно всем заранее объяснить, что у него хватает ядерной дубины дотянуться до любого континента, потому что одно дело помощь Украине, и другое дело сопротивление, условно говоря, блока НАТО, у которого нет никаких вооруженных сил, и нет желания заступаться всерьез ни за кого, есть желание пересидеть за забором, пока убивают Украину, тихонечко где-то тут писать всякие декларации и считать, что наши договоренности, они незыблемы. И учитывая, что следующий шаг Путина, это вторжение российской армии в Европу, очень важно, чтобы никто не забывал, и как раз американские средства массовой информации этим и занимаются, они тиражируют ответ Путина про ядерную угрозу и возможность ядерной бомбардировки ровно в той дозировке, чтобы лишний раз объяснить самим себе, давайте не будем вмешиваться, потому что по России по-прежнему опасно наносить превентивный удар, поэтому, когда Россия накопит войска на границе с Литвой или там в Белоруссии, и будет понятно, что это армия вторжения, никто ничего не будет делать, потому что все до последнего будут себя, во-первых, уговаривать, что это не наша война, а во-вторых, у Путина есть ядерное оружие, и тем более что-то там такое гиперзвуковое, совершенно невозможно его на радаре поймать, и тем более сбить, хотя украинцы сбивают. Запугивание мира — это очень важная составляющая пропаганды Советского Союза, который, как вы помните, всегда был за мир во всем мире. Ты знаешь, я вот по твоим ответам вижу, что ты бы вообще про Путина не говорил бы, была бы твоя воля, но окей, я понимаю, что и зритель может соскучиться. Я немножко новостей, вот, например, удар по Ильинскому нефтеперерабатывающему заводу, нам прямо его сейчас покажут, тоже, так сказать, ночное впечатляющее видео. 50 километров от Краснодара этот заводик находится. Ну, вроде бы там пожар потушили, а что успели, так сказать, поразить, трудно сказать, но там главное на таком нефтеперабатывающем заводе — это первичная установка, которая вот так называемая атмосферная переработка нефти. Я уже про столько этих заводов перечитал, потому что планомерно идет, планомерно. И вроде бы в эту же ночь была атака на некий афинский НПЗ, но видео там никакого нет. То есть, видимо, так сказать, была, не была, или, может быть, там горело недолго. Но я смотрю, что вот этот Ильинский НПЗ — это, знаешь, 6 миллионов тонн переработка нефти в год. Там он делает полтора миллиона тонн бензина. Ну, в общем, это, так сказать, солидная штука. И это, я еще раз говорю, 50 километров от Краснодара. То есть это реально глубокий тыл. То есть вот когда мы слушаем, так сказать, Путина, да, чтобы наши умные зрители, которые уже не хотят слушать Путина, чтобы они так не очень пугались, вот им как бы контекст. Я вот поэтому, так сказать, этот НПЗ и воткнул. Не знаю, что для тебя сегодня важная новость, которая вот даст, так сказать, картинку, да, чтобы народ не зацикливался на Путине. Не знаю, скажи что. К слову, продолжая твой разговор, в России 42 нефтеперерабатывающих завода. Мы знаем, что у Лукойла не так давно возникли проблемы с его Нижегородским НПЗ, потому что закончились запчасти. Все российское работает только на импорт. Импортозамещение, как сказал Мантуров, в России невозможно именно ввиду отсутствия доступа к импорту. То есть нельзя заместить импорт без импорта. И когда НПЗ Нижегородский сломался, там было всего две колонки, одна работала в полсилы, вторая наконец доломалась и встала окончательно, то на всякий случай было заявлено, что это всего 5% нефтепереработки, нефтепродуктов на рынке России, поэтому отряд не заметит потери бойца, но началась паника, потому что получается, что во всем федеральном округе закончился бензин. Он просто сломался, его даже не нужно было подрывать. 42 нефтеперерабатывающих завода на всю страну, и Украина их методично выбивает. Сколько нефтеперерабатывающих заводов в Америке? Больше 100. Сколько в Китае? Больше 140. В России 42. Поэтому, если что, Россия довольно быстро окажется без топлива, никаких серьезных запасов нет, то есть вот этих армейских складов с ГСМ, откуда можно всегда, нескончаемо открыв кран, любые танки заправить, любые самолеты направить на врага. Ни в коем случае этого не произойдет, поэтому очень правильный украинский подход к уничтожению инфраструктуры, они прекрасно понимают, куда они бьют, не так много мишеней осталось. То есть украинцы в этом отношении работают по заранее намеченному плану. И в ответ на это Россия, вот она несет потери, у нее через забор кинули коробок со спичками и полыхнула, а Россия говорит, ну ладно, у нас в принципе есть царь-пушка, мы из нее потом выстрелим. А сейчас, а сейчас даже под Краснодаром загорелся нефтепрерабатывающий завод, и потихонечку по стране везде каждый день что-то горит, что-то взрывается, кто-то погибает, что-то рушится, что-то происходит. В ответ на что Путин говорит, это, кстати, очень показательно, его в принципе не волнует, что происходит в стране. Он геополитик межконтинентального масштаба, вселенский, поэтому он грозит Америке ядерным ударом. У него есть ядерное оружие. Так у тебя, под тобой уже горит. Ты подумаешь, чем сковолость, Россия не обеднеет, несите следующую. Ты знаешь, я добавлю вот какую вещь для умных. Очень много новостей идет уже примерно неделю, что то китайский банк, близкий к России, перестал проводить платежи, потому что не хочет попадать под американские санкции. Про Турцию. Ну, примерно уже месяц, может быть, это я слышу в разговорах внутри Турции, а может быть, это уже месяц как в публичном пространстве, что типа турецкие банки не проводят платежи. И я когда с братьями-коммерсантами разговариваю здесь, в Турции, я говорю, ребят, что, действительно платежи не идут? Они говорят, да, действительно не идут. Ни в чем, там ни в рублях, ни в чем, потому что турецкие банки испугались принимать деньги из России, ну, особенно, конечно, в долларах и во всем остальном. Я говорю, и как выкручиваетесь? И вот как они выкручивались, по крайней мере, вот еще там недели три назад, две недели назад, они просто рисовали фальшивые документы. Они в банк предоставляли документы о том, что они поставляют в Россию вот то, что не запрещенка. А не запрещенка, это практически только шматье, сделанное в Турции. Ну и окей, шматье, шматье и так далее. И ухмыляются и думают, ну, турецкие банки тоже понимают, что в основном мы врем, но им тоже неохота, так сказать, бизнес терять и вообще. И в общем, типа ждут, когда американцы, наконец, каким-то образом, так сказать, дадут по башке этим турецким банкам, но это же надо еще доказать. Это должны американцы получить из турецкого банка информацию, что вот этот предприниматель, вот за этот вот платеж якобы за шматье, а на самом деле что угодно. Вот дальше все санкционка. Мне стали объяснять, говорит, слушай, старик, легче сказать, что не санкционка, понимаешь? Вот, и это нужно, грубо говоря, сопоставлять с данными таможни, которая, турецкая таможня, она, кстати, честная. То есть турецкая таможня честно покажет, что везли, а в банк за платеж представят шматье. Вот как долго эта ситуация будет вот так вот, так сказать, продолжаться, я вот не понимаю. Мне кажется, что это какая-то очень такая ненадежная схема, да, что так долго обходить санкции, жить, везти нельзя. Ну, не знаю, может быть, я наивен. Это изворотливость частых лиц, у которых серьезные проблемы, связанные с их бизнесом. И, например, страны Балтии, они ведь сразу закрыли свою банковскую систему. Никаких проводок из России, неважно, кто ты и что ты. Все, российские банки на территории Латвии, Литвы и Эстонии нерегитимны. Никаких транзакций. Так для этого есть Германия? Пожалуйста, напрямую. Тебе нужно что-то оплатить? Тебе нужно с российского рублевого счета в Германию денежки? Никаких проблем. Испания, пожалуйста, открыта. Все виды торговли. Поэтому, если нужно, это абсолютно официально. Франция, например, она выборочно, часть платежей она проводит из российских банков, часть платежей она говорит, объясните, пожалуйста, происхождение денег. И тут, вы знаете, есть определенные условия. Германия большой друг России. Энергоресурсу купить? Никаких проблем. Мерседесы? За прошедший год россияне купили новеньких. У дилеров, купленных, официально поставленных в Россию, 6 тысяч Мерседесов. Это Германия официально не торгует с Россией, а Мерседес почему-то торгует. И банковская система Германии, пожалуйста, открыта для банковской системы России. Никаких трудностей. Сколько вам нужно триллионов? Вы хотите купить боевые отравляющие вещества для того, чтобы вылететь их на Украину? Пожалуйста, вот банковские документы, пожалуйста, наш менеджер свяжется с вами. Никаких трудностей. Поэтому, когда мы с тобой анализируем ситуацию, как у иммигрантов возникли проблемы в Турции, какие есть серьезные накладки с Китаем, у государства этих проблем нет. Абсолютно. Сереж, я хочу сказать, что у частных лиц в Турции проблем никаких нет. Не знаю, как с Китаем. Речь идет именно о компаниях, о юридических лицах. Я почему специально сказал? Потому что, ну как бы, частные лица из России вывозят там любые деньги, проблем нет, так сказать. И Турция вообще в этом плане, так сказать, ни один банк не задаст тебе вопрос, что ты принес деньги в турецкий банк. В любой валюте налом кладешь на счет, никаких с этим нет проблем. Вот. Дальше уже, так сказать, да. И вроде бы в Европу платежи пока еще ходят, да, так сказать, из турецких банков. И не из всех, знаешь, в иммигратской среде все время идут разговоры, типа, ну вот, такой-то банк сейчас проводит через ВИП, да, а сколько? Ну там, не знаю, там, 10 тысяч долларов в месяц, а, хорошо, а другой, о, а другой, там, 5 тысяч долларов в день, понимаешь? Ну, то есть, вот для вот этого быта, вот такого, да, так сказать, этого пока хватает. Нет-нет, я именно думаю вот о стратегических вещах и то, что мне сказал про Германию, я ничего про нее не знаю. То есть, вот никого со связями в Германии у нас тут нет. И то, что ты говоришь, что Германия реально позволяет обходить эти санкции, слушай, я спрошу, мне прям безумно интересно. Но давай идти по новостям. Тут вот тоже такое жизнеутверждающее фото, как Байрактар будут производить под Киевом. Это новость, но она, вроде, Ройтерс сообщил эту новость, что откроют завод, и он будет производить 120 тысяч штук. И какие-то там есть модификации ТБ-2, ТБ-3, я надеюсь, там все-таки покажут фотографии этого Байрактара, которого, так сказать, вот ты заодно объяснишь, это кто. Это ТБ-2, ТБ-3, он вообще что делает? У нас ведь Байрактары, они отметились только в самом начале этой войны, потом они исчезли, потому что выяснилось, что Россия довольно быстро нашла варианты противоядия, противодействия и как именно их сбивать. После чего турки взяли тайм-аут и теперь уже модифицировали. Мы в ближайшее время только научимся отличать одну модель от другой, потому что по фактам применения и дальности полета. Что, кстати, не мешает Украине делать свои собственные ударные дроны-беспилотники. У них в этом отношении была очень хорошая авиационная промышленность еще довоенная. И в целом мы видим, что потихонечку подписываются контракты и они реализуются по появлению на территории Украины военных заводов. И Rain Metal тоже в частности подписался с украинцами, там будет немецкое оружие производиться. Байрактары вот уже полетели. Ну и вообще-то своя оборонная промышленность у Украины всегда была очень сильная в очень хорошем качестве своего развития. И, конечно, тут вопрос в том, как это теперь с неба уже прикрыть, потому что самая главная заповедь Европы, помогая Украине, ни в коем случае не закрывать небо над Украиной. Декларировать максимально широкие объятия, дружбу и военную помощь и не делать ничего для того, чтобы обезопасить Украину с воздуха. Поэтому Россия все-таки бесчинствует, осмотрительно, немножко поджав хвост, потому что украинские ПВО молодцы. Украинская авиация молодцы, они научили российских вертолетчиков стрелять из-за демаркационной линии по новой траектории, потому что опасно соваться в воздушное пространство Украины, слишком быстро сбивают. Тем более, что даже противотанковая стукна умеет сбивать вертолеты и самолеты заодно. Ну так получилось, слишком талантливые люди их делали. Но вообще задача Европы небо не закрыть, и поэтому, когда строится очередной завод, вопрос, как вы будете оборонять его, сколько сил ПВО вам потребуется для прикрытия каждого подобного военного объекта? Потому что они, к сожалению, находятся в зоне досягаемости российских ракет, которые прилетают и рушат, взрывают, уничтожают. Ну, все-таки, к счастью, после каждого обстрела все меньше людей погибает. Все-таки меня вот поразило вчерашнее, у нас был большой разговор с Сергеем Жирновым, и как раз видео многоэтажки в Киеве, куда попали. Я смотрю прям весь фасад, я так смотрел и думал, боже мой, ну там, наверное, квартир там 40 повреждено. И, собственно, любой человек, который, то ли люди знают, что надо спать не около окна, ну, то есть просто вот реально фасадов нет, то есть все вот это вот раздолбано, а по официальным данным, ну, все-таки, по-моему, 4 человека погибло. Я подумал, думаю, слушай, ребята, бог милый, потому что когда я увидел утром вот эти вот кадры, я думал, ну, наверное, там человек 20 или 30 отправились на тот свет. Вот как-то, то ли по воздушной тревоге люди, так сказать, сразу знают, что надо делать, да, может быть, просто отойти от окон, да, первое. Или просто все кровати уже вглубь квартир убраны, а это все-таки были ночные обстрелы. Ну, не знаю, да, но все-таки у меня такое ощущение, что не светит Путину ничего. Вот все, чем он пугает, это все как-то для меня неубедительно. Путин, вообще-то, конечно же, как человек, имеющий очень неплохой опыт выживания в подворотне, как всякий гопник, он умеет брать на понт, чем и занимается. А поскольку разница менталитетов не позволяет заподозрить в президенте гопника, то мир, конечно, на это ведется, потому что всегда его интервью именно в этой связи столь скрупулезно анализируется, цитируется и показывается обществу. Потому что это говорит, на минуточку, президент. А все там знают, что любой президент подобен их президенту. Они же привыкли, что у них-то он, в общем, не самый глупый. Наш очень любит блефовать, и вот именно поэтому он так часто показывал, и сам с большим удовольствием в мультике смотрел про свои супер-ракеты, которые по факту ты выяснил, что и не супер, и даже не всегда ракеты. Ну вот, я понимаю, что ты не хочешь видеть Путина, но надо, понимаешь? Мы заявили тему угрозы атаки на Польшу, поэтому, ну, держись, Сереж, терпи. Вот как обсуждают Такер с Карлосоном, не пойдет ли Путин теперь на Польшу и страны Балтии? Один из старших сенаторов, Чак Шумер, кажется, вчера сказал, нам необходимо продолжать финансировать Украину, или же, в конце концов, американским солдатам придется воевать на Украине вместо Украины. Как вы оцениваете такое заявление? Это провокация, причем дешевая провокация. Я не понимаю, почему американские солдаты должны воевать на Украине. Там есть наемники из Соединенных Штатов. Больше всего наемников из Польши, на втором месте наемники из США, на третьем из Грузии. Ты понял, кто эти люди чудесные с паспортами? Нет, мне просто не видно. А, понял. Значит, часть этого разговора, когда Путин, значит, грозит миру, перекрыта сверху видеокадрами непонятных людей, получивших русские паспорта. Сидят такие, улыбаются молодые боевые. И они, значит, сейчас пойдут, то ли это сирийцы, то ли это, я не знаю кто, понимаешь, бородатые, брюнеты, улыбаются, держат паспорта, понимаешь, и говорят, ну, классно. И вот на этом фоне разговоры Путина о том, что, ребятки, а воевать-то вы будете с американскими наемниками, и грузинские там наемники, и все остальные. Остальные, то есть, они улыбаются, понимаешь, ну, жаль, 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 что ты не видел это. Я надеялся, что этот эффект будет. Меня поразили вот эти, конечно, улыбающиеся лица с русскими паспортами. Господи, конечно, это все цирк, Сереж. Прости, что я заставляю тебя, я так... Причем, при том, это немножко две разные войны, потому что присутствие американцев на украинской территории, то, как нам был переведен вопрос Такера, означает присутствие военного контингента регулярной армии США на территории Европы, защищающей блок НАТО. И Путин на него отвечает наемниками, и, как всегда, туристами, которые за свои шахтерские отпускные приехали, купили танк и решили повоевать. Это не об одном и том же, потому что все-таки вопрос Такера больше подразумевал возможность вторжения Путина в Европу. И, как полагается, Первая мировая война, она закончилась когда? Когда вошла Америка в эту войну? Вторая мировая война когда закончилась? Когда американцы начали всерьез в ней участвовать? Третья, нынешняя мировая война, когда закончится? Когда Америке это надоест, она ведет свой контингент, и это будет уже на Европейском театре военных действий. Вряд ли это будет в Польше, скорее всего, это будет уже сопредельная территория. Это будет Чехословакия, Чехия, Словакия. Это будут другие страны. Ну, потому что пока Путин будет гусеницами утюжить Польшу, НАТО будет в Рамштане вырабатывать свою резолюцию, совместное каменнике, и писать очередные бумажки друг к другу в разные страны. То есть они проспят этот момент. Но если посмотреть более внимательно, проанализировать вопрос Такера, то вопрос, конечно, шел на тему, Путин, ты в Европу-то войдешь? И Путин, как всегда, с ухмылочками начал отвечать не о том, о чем спросили. Потому что, конечно же, да. Потому что у него есть повод. Россия никогда причина для войны не нужна, но повод всегда должен быть. Ну, например, как это было советско-финскую 1939-го, когда финны, почему-то, отведя войска в тыл, обстреляли советскую погранзаставу, и в ответ на это пришлось. Ну, а там уже появились финские коммунисты, которые попросили, и тоже пришлось. Поэтому повод будет. Сувалкинский коридор, он всего лишь 100-километровый. Как раз это и есть направление главного удара со стороны Калининграда, встречный, с Белоруссией. Ну, и вот поэтому Сувалкинский коридор моментально отрезает страны Балтии, и, естественно, выплескивается уже до Польский театр военных действий. И тут выясняется, что и вправду нету никаких войск НАТО, и до тех пор, пока Америка не вмешается, до тех пор не произойдет абсолютно ничего. То есть, соответственно, у Путина, у которого как таковой армии нет. Танки у него Т-72, модернизированные на Уралвагонзаводе. Авиация путинская боится неба. Флот, ну, Черноморский флот, его загнали под лавку, он там тихонечко поскуливает. Из этого не следует, что когда Европа, не способная собрать волю в кулак и ударить, будет постоянно переписывать друг друга договора и слать телеграммы, не войдет русский сапог на территорию стран НАТО. Войдет просто потому, что у Путина тоже ничего нет. Но и у Европы нет. Самое главное, у Европы нет желания воевать. Когда Такер спрашивает, так все-таки в Европу-то ты, Владимир Владимирович, пойдешь? Путин говорит, ха-ха, потому что, конечно же, войдет. Именно в силу того, что Европа, НАТО и Польша, в частности, доказали свое полнейшее бессилие. Ну, Польша просто откровенно провалила экзамен, потому что на территории Польши в начале войны и в конце прошлого года ракеты два раза залетали и были у поляков убиты и ранены. Что по этому поводу сделала Польша? То есть после того, как у тебя летом 22-го прилетает ракета, есть погибший, Польша говорит, какой кошмар, у тебя за забором идет война, проходит год. Говорит, Польша, зачетная сессия, еще одна ракета, опять она прилетает, опять никто ничего не может сделать. Польша говорит, какой кошмар. Но никто не погиб. Вот эта ракета, которая недавно прилетала там в Львовскую область, недалеко, да? А ее даже там в лесу не нашли, она там залетела на 5 километров. Сереж, ну честно, я вот молчал-молчал, не хотел заводиться, а ты уже вот, так сказать, весь эфир вбрасываешь тему, что Путин точно нападет на Польшу. Я, блин, вот я специально, вот мы сейчас будем с тобой спорить, потому что я не верю ни на копейку, что он нападет на Польшу или в страны Балтии. И я попрошу, чтобы нас в окошке сделали маленькими, а рядом показали видео номер 4, ядерная война, там, где русские солдатики ползают вот по этой вот грязи, да? Чтобы, так сказать, вот это они сейчас на Польшу нападут. Правда, да? Ты знаешь, они, пока не пошел кадр, не такие парадные, не такие праздничные, как на Красной площади, напали на Украину. И сейчас они там точно так же ползают. Украине от этого не легче. И для внешнего наблюдателя, то все, это попытка. Ничего, ничего, Сереж, все нормально, видео пока нет. И нам нужно, наоборот, видео без звука, а нам дали звук без звука. Вот отлично, Сережа, они ползут, они прямо уже в Польшу. И Такер Карлсон машет руками, и все, и мы страшно испугались. Я ждал от тебя, хихи, хахай, а ты нам говоришь всерьез, что Польша будет. Ну ты поразил меня, брат. Ну развивай, ну доказывай, не верю. Всегда считается, что для начала войны нужно, во-первых, какое-то превосходство, нужна стратегия. То есть война это удел сильно. Слабый не нападает. Заблуждение по поводу своей... Звук исчез у Сергея. Ну ничего страшного. Честно сказать, мы еще не добрались до вещей, которые важны иностранцам. Это, например, вот это уникальное предложение. Ведь Такер Карлсон, американец, он прилетел спасать Ивана Гершковича, журналиста, который сидит в русской тюрьме. И, собственно говоря, ну такой, на вид божий одуванчик. И Такер Карлсон говорит, Путин, зачем ты его арестовал? Он вообще ни разу не шпион. А Путин говорит, нет, он шпион. И вот Путин с Такером Карлсоном сидят и минут пять спорят. Шпион или не шпион? Гершкович. Путин говорит, он точно получал секретные какие-то материалы. Вы специально, что ли, ему секретные материалы подносили? Они не сильно Гершковичу были нужны. В общем, мы перескочили с Польши на Гершковича. Может, оно и к лучшему. Короче говоря, Путин ответил и дал понять, что да ладно, мы готовы, в общем, освободить Гершковича. Только в обмен хотим вот этого спецназовца Вадима Красикова, который в 19-м году в Берлине убил Хангашвили. Такого чеченца, который в Панкийском ущелье, так сказать, воевал. И вот этот вот спецназовец, которого Путин говорит, что он из патриотических соображений в Берлине убивал Хангашвили. Ну вот такое вот прям откровенное предложение Гершефта. Фиг его знает. Ты считаешь, что, так сказать, после этого Запад этого вот президента считает, типа, президентом, да? А не вот таким торгашом на уровне Хамаса, который вот набашь-набашь, человечка на человечка, туда-сюда, мы с вами. У Запада вообще нету аршина для того, чтобы измерить Путина. Они по-любому ошибаются в отношении того, кто он, зачем он и его поступки. Они по-прежнему остаются неразгаданными, хотя они, конечно, довольно простые. И почему бы не поторговаться? Потому что торговать, это, в принципе, для Путина было нормально. Он Ходорковского, например, выменял на Олимпиаду. Он готов будет через какое-то время поторговать теми, кто у него по запасным полкам лежит, в том числе Навального, если он доживет до этого. И для него это совершенно обычно. В принципе, для КГБ это обычно, потому что еще при советской власти КГБ как раз занимался этим. И мы помним фильм «Мертвый сезон», когда торговали разведчиками и меняли их там, и Пауэрса поменяли. Это обычная практика. Почему Путин должен что-то изобретать? Путин человек сформатированный в 70-е годы, сформированный, упакованный и оснащенный идеологией, которую он не пересматривал. Вот он как строил всю жизнь развитой социализм, так он его и строит. Как для него было нормой ГУЛАГ, так для него норма ГУЛАГ и есть. Как для него было в порядке вещей березка для блатных и пайковый хлеб для всех остальных. Вот именно по этому сценарию он идет. Он не прогрессирует. Единственное, в чем прогрессирует, это в количестве дворцов. Но даже дворцы у него и те убогие, потому что как потребитель дворцов он тоже не прогрессирует. Ну, построил ты себе аквадискотеку, сделал ты себе кинотеатр, и машинки игрушки у тебя на столике. То есть ты не прошел эволюционный путь даже как потребитель. Ты даже потреблять культурно не можешь, потому что у тебя запрос всего-навсего раньше был трехлитровое пиво из бочки, а сейчас баночное баварское. Вот и все. То есть ты до вдовы Кликота не дорос. И поэтому Путин, он в этом отношении не пересматривает доктрину, стратегию, свое отношение. И если КГБ в том числе его учило тому, что это нормально обменивать кого-то на кого-то, торговля людьми, обмен натуральный одного на одного, там Пауэрса, обменяли Хулигана на Луиса Карвалана. Где бы найти такую ячь, чтобы на Брежнева сменять все такие частушки. Это когда Быковского обменяли. Поэтому для Советского Союза, для КГБ и для Путина это не повод удивиться и сказать, ну это же торговля людьми. Это норма, написанная в учебнике для любого КГБшника, и зачет по этой дисциплине Путин тоже сдавал. Ты понимаешь, меня что удивляет? Нафига так прямой отвечать-то, да? Нет бы сказал, у нас самый справедливый суд на свете разберется, Гершкович там шпион или нет. Нахрена же ты прям в публичное пространство вываливаешь, что а мы готовы, если вот баш на баш, вот этого вот. Ты понимаешь, меня что смущает? То есть Путин вот в этом своем огромном тексте наговорил себе, вот если кто-то заморочится и захочет перед западным зрителем сделать из него прям вот конкретного бандюгана, то он его сделает. Просто я вижу по сегодняшним новостям, ну не большим программам, а вот те, которые вышли в первой плане дня, у которых не было много времени сильно анализировать и вырезать по кусочкам вот эту вот мозаику из путинского всего. Но если кто-то займется, да, то они вот этого персонажа могут показать. То есть, я не знаю, Путин, он что, облажался, когда он в ответ сказал, что нам бы Вадима Гершко, этого самого Красикова отдайте. Ну, понятно было, что Путин знал, что Такер Карлсон этот вопрос задаст. Ну, как американец мог не спросить, что тут другого американского журналиста держат в тюрьме, правильно? И он, наверное, заранее думал, так, как я отвечу? А вот давай-ка я отвечу, дайте-ка мне вот этого вот, который посреди Берлина там убегал на велосипеде, потерял велосипед, по-моему, там пистолет. Чуть ли не штаны потерял, облажался на весь белый свет. Вот мы его хотим вернуть. Но ведь этот же башь на башь можно, как в твоем любимом мертвом сезоне, втихарца, да, без публичного пространства, а публичному изомер, да? Ну что, не облажался Путин, на твой взгляд? Сколько десятилетий тому назад Путин сказал, что у нас успешно прошла судебная реформа? Путин человек, не апеллирующий к закону. У него в голове, в принципе, не сформировано представление о том, а ты очень верную подсказку дал, что если бы он захотел грамотно ответить, он бы сказал, что это вопрос не к нему, а к суду. Что это есть, так или иначе, вердикт суда, его решение. На основании решения суда непосредственно ваш шпион с доказанной виной находится в российских застенках. Человек, который привык к телефонному праву и всегда знает, что он КГБшник, даже будучи лейтенантом, поднимает телефонную трубку и говорит, ну-ка, судьи у меня, там у вас Васю судят. Значит так, Вася наш человек, это терпило подо мной ходит. Так что смотри, судья, не проотвечайся. Ну, как они на своем языке говорят. Но когда у Путина прекрасное понимание того, что правовая система это он, государство это я, он даже в принципе допустить не может, что такой смехотворный ответ, как, например, закон или судебное решение, могут быть упомянуты в этом разговоре. Конечно же, он находится совершенно в другой категории. Вообще стран, в принципе, в которых суд является неизыблемым институтом государства и силен настолько, что может, например, посадить даже президента, их очень мало, но они есть. Ну, Южная Корея, например, которая действующих президентов сажает в тюрьму, показывая совершенно фантастический пример, вызывающий зависть. Путин знает, что какой суд, где суд. Он с чего вдруг должен был бы, например, употреблять, хотя просто вспоминать этих слабаков. Суд — это структура по оформлению его решений. И для него более нормально это менять баш на баш. Запад не будет делать из него бандюгана, потому что Запад его боится. Они по сию пору, тот портрет, который ему сами нарисовали, пять раз его опубликовав в «Человеком года» на обложке журнала «Тай», находится в полузабытии по поводу образа выдуманного. Людям это свойственно. Так же, как мы себе выдумали Надеждина, которого, собственно, никогда и не было, точно так же Запад выдумал себе могучего Путина с его гиперзвуковыми ракетами и ядерным оружием. После чего на эту тень в шкафу они, конечно же, будут креститься, вздрагивать и озираться еще очень долго. Ну вот, поэтому я понимаю, что никто нигде на Западе не будет цитировать такое мощное выступление Путина, где он сказал, что, слушайте, американцы, я тоже не буду цитировать, чтобы, знаете, как говорится, не лить воду на его мельницу. Он говорит, слушайте, американцы, вам что, больше делать нечего, кроме как тут лезть к нам между нами и Украиной, да? У вас что, других проблем нет? И дальше он перечитает проблемы. У вас там на границе бардак. Мексиканцы лезут между властями, там, штат Техас не слушается. У вас долг 34 триллиона долларов и так далее, и так далее, да? И, в общем, это звучит, знаешь, он это с таким воодушевлением и улыбкой говорит, понимаешь, что это точно никто нигде не будет показывать из американцев, просто потому что это правда, понимаешь? Такая вот суровая. Но вот чего будут показывать, вот я сейчас видео это тоже покажу, типа, ну, типа, нас пугают все время Россия, Россия, в общем, он к деньгам подводит, да? Вот это, наверное, будут, так сказать, показывать, по крайней мере, республиканская часть, которая считает, что, ну, не надо просто деньги тратить на Украину и давать им. Нам все время всех пугали. Вот-вот завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует. Нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того, чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на Украинском театре военных действий. О, хороший какой финал, глазки открыл прям, о! Ну, на самом деле, может быть, мы в конце еще раз повторим первое, где у него глазки бегают, потому что, когда его Такер Карлсон там на 30-й секунде интервью поймал, я считаю, что это блеск, и все, и все остальное Такеру Карлсону надо простить. Хотя, на мой взгляд, особо и прощать-то нечего, но мы сейчас с тобой, знаешь, что? А, нет, ну вот, я не знаю, на твой взгляд, это вот апелляция к тому, что не надо давать деньги Украине из уст Путина, она как-то сработает? Нет, это просто для связи слов-предложений, к разговору о собственном величии, о том, что ядерное оружие действительно есть, тем более, что все-таки были основания предположить возможности его применения. То, что сейчас Путин говорит, никогда такого не было, это, опять-таки, все-таки легкая склеротичность его памяти, и Запад в отношении России и Россия в отношении Запада свои позиции не пересматривает. Мы помним, что Брежнев был всегда за мир во всем мире, и поэтому нынешний Путин точно так же за мир во всем мире, а ядерная дубина всегда наготове. Запад всегда это помнит, никогда не хотел проверить на себе, лучше проверить на Украине, есть ли у России тактическое ядерное оружие. Не, ну ладно, я же про деньги, чисто, так сказать, вот эта апелляция из уст Путина как бы, ну окей, окей. Смотри, сейчас мы посмотрим полторы минуты из репортажа BBC, я его специально отрезал, вот главное, что там есть. Я его прям без перевода, потому что вот эта важная интонация, глазки, пусть как бы люди почувствуют себя на Западе, но перевод, как обычно, заранее я говорю. И, значит, девушка сразу говорит, Путин сказал, что у него нет интереса вторгаться в Польшу. И нам BBC показывает сияющего Путина, прям вот как медный пряник, понимаешь, то есть прям победитель, уверенно себя чувствующий. А могли бы выбрать и другого Путина, вот из начала интервью, где у него глазки бегают, понимаешь, да? Немножко BBC зря, так сказать, неправильного Путина выбирает, окей, да? Значит, и дальше корреспондентка BBC, ведущая, рассказывает, что Путин обвинил страны НАТО в том, что они пугают всех России, запугивают свой народ, вот. И на самом деле Путин говорит, что надо признать его завоевание территориальное, вот всю землю, которую он отхватил, надо признать, понимаешь? Вот BBC нам чего выжимку транслирует из сегодняшнего Путина, вот, да, посмотрим. Путин говорит, что Путин говорит, что Россия не интересует invading Путина, Латвия или другие НАТО страны, к тому подобное событие, абсолютно из-за вопроса. В комментариях, когда-то интервью в Кремле, с former Fox News host, Tucker Carlson. The interview was broadcast on the Tucker Carlson Network. Mr. Путин accused NATO member states of trying to intimidate people with what he called an imaginary Russian threat. He said, however, that the Atlantic Alliance must accept Moscow's territorial gains in Ukraine, which he invaded back in 2022. He again claimed it was an artificial country. He also said that the Russian defeat in Ukraine was impossible. On Evan Gershkovich, the Wall Street Journal reporter detained in Russia, Mr. Putin said an agreement could be reached for his freeing. Well, here's the moment Vladimir Putin was asked by Tucker Carlson whether he'd invade a NATO country such as Poland. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. Well, here's the question. I can't understand who Tucker Carlson pulled the tongue to ask if he was really able to attack on Poland. Well, I think it's a crazy mess. Well, Putin is almost under Avdeevsk. 4 months or 5 months already will fall out. What is Poland? Seriously. You stand on the way, what we showed you in our childhood, when the war is a tank, and the victory is a flag on the Reichstag. It's in the case, if you have a challenge to do it, in particular, in which you have any kind of territories, to eliminate them, to save them, then you have to do it. When you are a person on the planet, the world number one. When Biden is a person with a podcaster, waiting for your phone. When Macron starts his day to call you and say good morning. When Xi Jinping is only after that, when you know what Putin is there. And it turns out that two years they've already entered the habit of all the world and Europe. Well, there, 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 There were Industrial systems, you find the Redmi telephone, you haveуйте When it only started once, all of us and kindly we were unsettled to be Putin himself, Aymos Smith is strong and you see it on the wall, she is right, she is not right, she is still a pot Obrigcast, then it is Treasury, then it is still about half a year, and here it is, it is now two years, Да и ладно, воюют они там и воюют. И тут появляется интервью, Путин и разговор, а на Польшу-то ты нападешь? Конечно, нападу, потому что вы, кажется, страх потеряли, а вы должны меня бояться. Поэтому бойтесь уже сейчас, тем более, что я вас проверил и убедился, вы слабаки. Если Польша за полтора года даже ПВО себе не смастерила, чтобы не прилетала к ней, неважно, с жертвами или без жертв. Но Польша, получив первую ракету, вторую точно так же проспала. Год дистанции, значит, у Польши нет ПВО. Вообще никакого. Открыта Польша. То есть, с одной стороны, понятно, что война за забором, а с другой стороны, вы сами не готовы. Путь открыт. Если задача победить и флаг над Рейхстагом, для этого нет ни сил, ни потенциала, ни оснований. Какой флаг над Рейхстагом? Ты Авдеевку два года взять не можешь. А если задача стать на планете Земля межгалактическим лидером номер один, так для этого нормально будет взять точку У, у которой 120 км дистанция, начать обстрел с Увалкинского коридора, а после того, как никто на помощь не придет, а действительно никто на помощь не придет, совершенно спокойно, что там у тебя осталось? Три танка, два БТР и пять алкоголиков? Вот это и есть русский сапог. Тем более алкоголики. Вы с Украины уже вывезли все стиральные машины. В Польше они явно лучше. Они там еще с автоматической сушилкой. Поэтому айда, парни. А Европа в этой связи, она не будет предпринимать ничего, она будет писать письма, она будет звонить в Америку. Но если задача флаг над Рейхстагом, она невыполнима. А если задача быть лидером номер один на планете Земля, то с этой секунды ты лидер. Потому что тебя боятся и разбегаются в панике, даже не попробовав. Они именно так и сделают. Сережа, ты тоже работаешь на Путина. Бросай это дело, ну его нафиг, он лузера проиграл. Ты говоришь, что он спит, с трубкой телефонный Байден ждет, когда с ним поговорить и Синь Цзинь Пинь и так далее. В этом же интервью Такер Роспашев. Вы с Байденом-то говорили? Да нет, не говорил ты еще лет, кто там. Спецслужбы разговаривают. Будет ли со мной Байден разговаривать? Это первое. Второе. Ты видел, какой хайп вокруг приезда Такера Карлсона? К нам приехал ревизор. Ну просто такая провинциальность адская. Неделю за ним с камерами ходили. Такер Карлсон пришел в супермаркет и так далее. Сережа, для чего? Ну тебе что, непонятно, что это для самоутверждения Путина? Полковнику никто не пишет. К полковнику никто не едет. Полковник-лузер сидит. А тут к нему мировая звезда. Ты понимаешь? Короля играет свита. Этот король в бункерной, загнанный там, ему тошно, понимаешь? И тут к нему Такер Карлсон приехал, который, ну, вроде бы, как будто number one. Ну классно. Ты понимаешь? И этот number one его с первого раза ловит на слове. Говорит, что ж ты ахинею несешь? То, что ты говоришь, что НАТО собиралось на Россию напасть, для американцев это паранойя. И Путин, услышав от американского журналиста слово паранойя, офигел абсолютно. Сказал, у вас что тут, ток-шоу что ли? Я такого не говорил. И вот то, как он говорит, я такого не говорил, там так глазки бегают. Сережа, да Путин делает хорошую мину при очень плохой игре. Ну какая Польша? Ну побойся Бога. Вот ты полностью только что своими словами подтвердил, что Польша в этой парадигме абсолютно логична. Для загнанного, никому не нужного и закомплексованного. Для которого Такер уже звезда номер один. Такер-то вообще никто. Но его сыграли так, что это сам Такер, это, знаете ли, Карлсон, это вам никто не будет. И после этого, очень важно для самоощущения и величия, задача не выиграть Россию. Россия это разменная монета. Ну погибнет Россия в результате оплаты за величие конкретного человека. Ему, конечно, и Такер сгодится. Но американский президент у телефона, с которым он якобы не помнит, когда в последний раз говорил, это еще более важно, потому что у закомплексованных, у них Америка априори всегда является предметом вожделения и борьбы. Американец на свадьбе это лучший свадебный генерал. Американская жвачка это лучший подарок ко дню рождения. Американские джинсы это и есть. Результат всей твоей жизни, когда ты наконец-то на них накопил 140 рублей и возле березки купил с рук, потому что это единственное, что ты можешь предъявить. У тебя есть ли стиральная машина, дома никто не знает, а в джинсах вышел в люди и все тебе аплодируют. Для этих закомплексованных чрезвычайно важно, чтобы Америка чтила, помнила, уважала, а если она еще и боится. Они же не случайно боролись с Америкой и доборолись до того, что все туда убежали, у каждого второго там дачи, у кого-то вид на жительство, гражданство. Вспомни генерала Калугина, который олицетворял в КГБ борьбу именно с Америкой. Он был руководителем отдела США и Канады. И как только занавес приоткрыли, он первый туда и удрал. Генерал Калугин тут же сдался всю резидентуру и сейчас там живет на полном пансионе. До сих пор почему-то не пристреленный никакими агентами секретных спецслужб России. И для Путина, для которого чрезвычайно важно, чтобы Америка знала, что его джинсы лучше, комплексной полноценности он не лечится. Он всю жизнь преследует человека. И в этой связи что значит выиграть войну, начать войну? Нет, не выиграть и не начать. Он и у Украины не выиграет войну. Но из этого не следует, что в Польшу не прилетит точка У с дистанцией поражения 120 километров. У точки У, у нее осколочный снаряд покрывает 7 гектаров. А осколочный фугасный 3 гектара. Этих точек У всего было 50 штук. Из них половина уже погибла в Украине. Остальные вот-вот сейчас подтянут к Беларуси и Калининградской области. Не важно проиграл ты или выиграл. Не важно убил ли ты после этого свою страну. Важно то, как ты смотришься на пьедестале. А на пьедестале ты смотришься с восхищением. На самом деле ты видишь ужас в глазах людей. Так, Сереж, тут ты у нас пропал на самом интересном месте. Я в очередной раз скажу, что я на... А, нет, появился. Значит, я хочу сказать, что ты очень классно проанализировал, что Путин, Такер Карлсон в ухе получил команду после первой же минуты, когда он Путина поймал в этом интервью. Ему сказали, заткнись, иначе сейчас интервью закончится. Ты сказал, пристрелят, ну окей. Народ оценил шутку, но мог не подумать, что тут самое главное. Ему сказали, молчи и слушай. И Путин после этого 35 минут, начиная от Рюрика, рассказывал, понимаешь, становление русского государства, и что Украины никакой никогда не было. И я, послушав, сначала понял, что ну любой зритель выключит. Что это нельзя показывать, что это надо монтировать, надо выкидывать эту часть. Но, вот у нас остается 5 минут, и позволь мне погордиться чуть-чуть. Смотри, Путин, Такер Укалсон говорит, уважаемый Такер, российское государство было создано в 862 году товарищем генеральным секретарем Рюриком, значит, норвежской коммунистической партии. Вот и пальцем еще так показал, 862-й, Сережа, а я так горжусь тем, что я, наконец, ну вот сделал классный сюжет прямо около вот этих вот стен, которые в 862 году выглядели точно так же, как сейчас здесь, и вот сейчас нам покажут эпизодик урок истории номер один. История России ровно тысячи лет. Вам не говорили, Коля. Тысяча сто лет назад князь Вещий Олег собрал большое войско и попытался завоевать вот эту крепость, Константинополь, столица Византийской империи в те времена. Сейчас это город Стамбул, самый большой город в Турции. И вот смотрите, сколько здесь было бойниц, какие мощные крепости, а внизу у них водохранилище, то есть воды раз, два, много очень хранилось, поэтому эта крепость могла выдерживать очень долгую осаду. И вот этот город, Константинополь, был самым богатым и самым главным на планете. Это надо знать сразу, когда вам начинают рассказывать про историю Руси, России. Самые умные дети спросят, а откуда вообще взялась информация, что в 907 году какой-то князь Олег устроил поход на Цареград, на Византию, и прибил свой щит на врата Цареграда. А об этом нам рассказывает повесть временных лет, как будто бы самая древняя летопись русская, дошедшая до нас. Этой летописи, знаете, сколько? Всего 800 лет. То есть она написана спустя 200 лет после того, как вот вещи Олег здесь побывал и свой щит якобы прибил. 200 лет прошло. Вы представляете, сколько вранья было накручено в этой летописи в угоду всякой политической конъюнктуре. А тогда в Руси была феодальная раздробленность, князей было много, они между собой воевали. Каждый князь, наверное, своему летопису диктовал, что писать, что не писать, а иначе помрешь с голоду. Вот были ли тогда, в те времена, вот такие стены в Древней Руси? Вот в Киеве в 1100 каком-нибудь году были такие стены? Ну, вроде бы где-то уже были. Не так много, не так богато, но чуть-чуть каменных стен было. А, Сереж? Достойно. Кстати, Россия, она продолжала называть этот город Константинополем, несмотря на турок, которые требовали, чтобы это был Стамбул. И российская эмиграция 1917 года, 18-го и 20-го, которая выплеснулась туда, она как раз делила этот город двумя названиями. Европейская часть, она называлась Константинополь, а та часть, которая была по другую сторону пролива, она была Стамбул. И поэтому в России, если посмотреть, то вся эмигрантская, белогвардейская, например, мемуаристика, они не в Стамбул эмигрировали, они в Константинополь эмигрировали в 2020 году из Крыма. Поэтому мы, в принципе, могли бы не идти на поводу у турок и продолжать этот город называть Константинополем. Но да, действительно, он Стамбул. И, конечно, такую крепость брать тяжелая задача. Но это уже все-таки, знаешь, разговор о том, как Путин видит историю. Видит он ее всегда очень странно по подсказкам Мединского. А Мединский, он все-таки не историк. Он кто угодно, но он точно не историк. У него у самого представления об истории они отнюдь не университетского уровня, не университетского образца. Все-таки, если кто хочет историю, тогда нужно просто Ключевского почитать. В конце концов, можно в кратком изложении Брагауза и Ефрона. Там тоже очень неплохо все конспективно дано. Но мы по Ключевскому проходили историю. Там были чуть-чуть другие вариации. Там все-таки было несколько иначе. Ключевский в качестве историка более достоверен. Ну, чем Путин, например. Знаешь, у Ключевского слишком много про хозяйство и слишком скучное изложение. Я читал, ты знаешь, никому не советую. Мне кажется, да, что есть какие-то вещи здравого смысла. Вот сейчас полный интернет, да. Если там прибил свой щит на врата Тереграда, 907-й год, ну погуглите. И мы узнаем, что здесь в это время вот этот вот семибашенный замок, на него коптер прилетает. А вообще это огромная территория. Вот сейчас Фатих, район центральный, он весь огорожен пятиэтажными этими башнями. Там гарнизон сколько-то тысяч человек. Нет, какой вещь, Олег? На лодочке приплыл? Ну, может быть, с бригадой гастарбайтеров ему разрешили тут построить курятник. Понимаешь, вот что нам подсказывает здравый смысл. А летописи – это списки со списков, со списков, понимаешь, да? Переврали, 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 спалили. И покажите нам в России хоть один оставшийся фундамент, которому, ну, больше, там, не знаю, там, 700 лет. Есть хоть фундамент какой-нибудь, понимаешь, да? Сереж, я вот, наверное, думаю, сейчас мне скажут, ну, ты развел русофобию, а мы должны гордиться. Да нахрена мы должны гордиться? Америка – 250 лет, а до этого не было никакой Америки. И люди гордятся. И не откапывают то, что у них там тысячу лет кто-то прибил свой щит на врата мексиканского царя. У них там была столица на острове. Никто же из американцев не пытается это рассказывать нам. Короче говоря, мне кажется, в общем, что будущая Россия, в ней будет совершенно другая школа, другие уроки истории, больше здравого смысла. Ну, вот, понимаешь, я просто вырвался из этого вот москвоцентричного мира, да? А тех, кто там в России остались, пока еще нет. Нет. Страна с непредсказуемым прошлым. И каждый раз история переписывалась в понимании и в удобстве ради потомков. Потому что, ну, мы помним, что, например, Пересвет с Челубеем никогда не бились. Но в те времена так было не принято. А в более поздние так было принято. Поэтому взяли и, переписав историю, придумали двух исторических персонажей. И Махнач Владимир Леонидович, он как раз говорил, что задача каждого интеллигентного человека, тем более если он манит себя историком, это как минимум обелять незаслуженно запачканные потомками имена, а также пытаться понять поступки этих людей и находить истину между наслоениями культурного слоя. Собственно, его история именно на этом и построена. Поэтому и по поводу Константинополя у него тоже есть очень интересная лекция. Что куда прибивалось и кто такой Вещий Олег. Давай мы на этом попрощаемся со зрителями и попросим показать в финале вот снова то первое видео, как Такер Карлсон сразу поймал Путина на слове. И перевод, вот этот Такер Карлсон говорит ему, это цитата. Его практически нигде нет и в большинстве русскоязычных переводов не будет слов это цитата. И в том, что мы сейчас посмотрим, тоже не прозвучит, по-моему, что это цитата. Я взял из какого-то рупора Москвы. Трудно найти там, где будет честный перевод со словами «это же цитата Путин». Вы обратились к своей стране и к нации 24 февраля, когда начался конфликт на Украине в 22 году. Вы сказали, что вы действуете, потому что пришли к выводу, что с помощью НАТО США могут начать внезапную атаку нападения на вашу страну. Для американцев это подобно паранойи. Почему вы считаете, что Америка могла нанести неожиданный удар по России? Как вы пришли к такому выводу? Дело не в том, что Америка собиралась наносить неожиданный удар по России. Я так и не говорил. У нас с вами ток-шоу или у нас серьезный разговор? Так вот, это серьезный разговор.